География участника второго этапа летних чемпионата и первенства Свердловской области по картингу уже привычная, да и количество весьма приличное. В среднем в классе получалось по 7 человек. Погода на минувших выходных была пасмурная и дождливая, но участникам она настроение не портила, тем более если учесть какое дождливое нынче выдалось лето. Тепло, приятно, все даже еще и не поняли, что дождик начинается. Я думаю, что если он прекратится, то будет сухо. Если честно, супер погода. И повороты можно в дрифте заходить, проходить, а все скользят. На второй этап чемпионата и первенства Свердловской области по картингу у полевских спортсменов настрой был самый боевой. Да и по-другому быть не могло. Выступали ведь на родной трассе при своих же болельщиках. Пускай для некоторых полевских пилотов этот летний сезон переходный в плане сменных классов, но времени на раскачку у ребят нет. И нужно уже сейчас показывать результаты и приносить баллы в общекомандную копилку. Новенькие появились желающие ездить. Из ЦРДЮ занимались мы несколько лет. И вот ему сейчас старшие спортсмены помогли восстановить карт, собрать. Желание есть. Значит и результат будет. Команда комплектуется так, поддерживается. Ну не без легионеров. Приходится в некоторых классах убрать легионеров, которые издалека приехали, чтобы им как-то было легче участвовать. Напомним, что в этом году все три этапа летнего чемпионата области по картингу пойдут на Полевском картодроме. Потому что негде. Мы вот уже краим, там траектории меняем, линии белые сносим, чтобы яму как-то объехать, чтобы траектория сменилась. Потому что нужен ремонт, уже не один раз повторялось и некуда ехать. Зимой еще мы делим. Трассы это Алопаевск, Полевской, Снежинск, Режь. А летом негде. Но и немного о грустном. Пока никаких подвижек по реконструкции Полевского картодрома не предвидится. Организаторам приходится от гонки к гонке своими силами латать и перекраивать трассу, чтобы гонщикам было более комфортно соревноваться. То, что было запланировано и задания были разданы, как-то все осталось на месте, потому что лес не перешел в городской. В городские леса не переведен. Там опять какие-то санитарные зоны. И на этом пятаке новую трассу крутить не получается. С землей решится, наверное, и дальше будем двигать. Потому что проектное бюро завода ждет от нас какие-то предложения, чтобы разрабатывать проект. А для того, чтобы был проект разработан, нужны какие-то границы определить. А мы со всех сторон ограничены. ЛЭП, газопровод и АТП. Не знаю. Единственное, я сегодня утром смотрел. Может быть, как-то конфигурацию поменять. Чуть-чуть. Поворот один изменить. Хоть что-то новое внести и подремонтировать те места, где уж совсем невозможно. Я думаю, народ это оценит и будет еще больше. Людей. А пока пилоты соревнуются на привычной трассе, показывая быстрые круги, молниеносные обгоны, демонстрируя все свое мастерство на крутых виражах. По итогам двух первых этапов Полевской карт-клуб «Метеор» занимает второе общекомандное место, лишь на 10 баллов, опережая идущую третью команду из Каменска-Уральского. Первое место прочно удерживает СТК «Радуга» из города Екатеринбурга. В личном первенстве в классе «Микро» Роман Власов сохранил за собой второе место и после второго этапа. В классе «Мини» второй по итогам обоих этапов стал Матвей Рябухин. А Кирилл Петухов, если бы не досадный сход с трассы во втором заезде, вполне мог бы рассчитывать на золото. Даниил Стахей, выступавший в классе «Роке-120 Юниор», уступив всего один балл лидеру, стал вторым. Иван Петин, выступавший в классе «Национальный Ю», первый этап пропускал, зато ко второму подошел во всеоружии. Настроение боевое. Настроен, натренирован. В итоге Иван победил на втором этапе, но по сумме двух стал лишь четвертым. Еще один представитель «Метеора» Алексей Макушев в этом же классе расположился по итогам двух этапов строчкой ниже. Ну и в классе «Супер Мини» Кирилл Петухов и Матвей Рябухин заняли четвертое и пятое места соответственно.